Всем привет! Сегодня 17 февраля, Московская область. Скоро совсем стемнеет, но мы занимаемся делом. Привезли нам конскую подстилку, здесь камаз. Мы складываем, раскладываем ее по мешкам, это для удобства. И все это закроется потом сверху баннером. Будет лежать до самой весны. Конскую подстилку эту буду использовать для мульчирования. Только для мульчирования, без заделки в почву. Здесь, видите, она еще горит. Пара идет. Здесь у меня так, ковш свежей подстилки. Вот. И ковш позднеосенний. То есть, здесь половина подстилки уже лежалой, и половина свежей. Конечно, попадается конский навоз. Вот. Он тоже свеженький. Но как раз до весны все это у меня перегорит. И буду добавлять цветник. Как я уже сказала, я в этом году делаю большой миксбордер. Вдоль всего фасада дома и перетекающая вдоль всего забора. Это больше 30 метров. Поэтому подстилки нужно будет много. Здесь примерно будет... Мешков 150, да? Да. В конской подстилке примерно 150 мешков. Вот таким образом. Конечно, все это трудоемко, но в мешках намного проще потом будет работать. То есть, в куче здесь дожди и все такое. Разрезется по всему огороду. Это не есть хорошо. А в мешках все это закроется, и все будет аккуратно и чистенько. Пилки, конскую подстилку мне привезли по великой дружбе. Спасибо знакомым и коллегам моим. Вот. А вообще заплатила только за доставку. То есть, на бензин. Все. А так она мне досталась бесплатно. Вообще, в Московской области один мешок конской подстилки стоит 120 рублей. Но это с включениями конского навоза. А вообще, вот этот КамАЗ, я спросила у водителя. Он стоит 6 тысяч. Вот привезти. Вот такие дорогие цены в Московской области. Очень дорого. Ну, а что делать? Помимо подстилки у меня есть чистый конский навоз. Вот. То есть, без опилок. Только вот такие каштаны. Это уже мне, конечно, будет идти для приготовления зеленого удобрения. В общем, для подкормки. А это только для мульчирования. Все. Сейчас я покажу еще чистый конский навоз, который мы привезли с конюшни, наверное, в декабре прошлого года. Вот. Накрыты тоже мешки баннером. И они у меня лежат. Так что, дорогое это удовольствие, органические удобрения, но ничего не поделаешь. Приходится как-то изощряться или покупать, или иметь хороших знакомых. Все. Сейчас уже прям вечереет, вечереет. Мы натолкали сейчас 30 мешков. И потом еще будем забирать. А здесь у меня сложен конский навоз. Привозили мы его в декабре прошлого года. Сложили, накрыли баннером. Здесь, по-моему, мешков 40. Не больше. А я вообще хочу показать просто качество конского навоза. Чистого. Сейчас, чтобы было видно. Вот такой он замечательный. Здесь вообще нет примеси опилок и сена. Чистые каштаны. Вот такое качество. Сто процентное. Такой мешок в Московской области будет стоить 210 рублей. Это минимум. И то, никто вам не продаст такого качества конский навоз. Всегда в мешках продают навоз. Там минимум 30% примеси. Я имею ввиду опилок или сена. А вообще 50-60%. И только 40% это именно вот эти каштаны. Так что, слава богу, у нас есть друзья и знакомые, которые нам любезно дают такой навоз бесплатно с конюшней. Уже упакованный в мешках. Вообще, замечательные люди. Спасибо им большое. Так что, это по нынешним временам. Конский навоз, конская подстилка. Очень и очень дорогая вещь. Раньше все брали это бесплатно. Заходили, чтобы забрать. Люди, ну, хозяева отдавали и навоз, и подстилку. Сейчас уже не те времена. Все покупается. Потому что у нас в Московской области на конюшни приезжают цыгане. Они покупают вот такие мешки. Я имею ввиду, вообще набирают все, что есть в мешки. Покупают за 50 рублей. Продают. Ездят по деревням, по СНТ за 80-100 рублей мешок. Так что, вот такой вот бизнес. И поэтому сейчас хозяева всех конюшень бесплатно перестали отдавать вот эти отработанные материалы. Все продают. Вот минимум за 50-70 рублей мешок, если на конюшню приехать. Это подстилки. Я не говорю о конском чистом навозе. Это просто подстилка. Так что, вот такая конкуренция на рынке. Продолжение следует...